Девушки отдыхают 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 вокруг. Но лишь только они сели за стол и начали есть, появилось чудовище. Красавица задрожала от страха, ведь чудовище было точно таким страшным, каким и рисовал его отец в своем рассказе. Чудовище спросило мягким голосом. Пришла ли ты сюда по собственной воле? Да. Тогда утром твой отец уедет и никогда не вернется. Проснувшись поутру, красавица уже знала, что ее отец уехал. Она нашла вкусный завтрак на столе, а позавтраков отправилась гулять по саду. Ей стало грустно, когда она увидела розы. Затем она решилась прогуляться по замку. Одна из дверей была вся украшена розами, и красавица стала интересна, что за ней. Она открыла дверь и вошла внутрь. Комната была украшена точно так, как она всегда мечтала. Она была полна книг, цветов и музыкальных инструментов. Красавица подумала, что тот, кто способен так заботливо обустроить комнату, не мог бы никому причинить зла. Затем она взяла книгу. В книге с золотыми буквами было написано «Моя дорогая королева, твое желание для меня приказ». Я бы хотела увидеть своего отца. Как только красавица сказала это, ее отец появился в зеркале, стоявшем посреди комнаты. Красавица была поражена, увидев своего отца. Она стала по-настоящему счастлива. В этот вечер к ужину чудовище появилось снова. «Разрешишь ли ты мне полюбоваться твоей красотой?» «Ты хозяин этого места? Почему ты спрашиваешь меня?» «Нет, сейчас хозяйка этого замка ты. Если ты захочешь, я покину его в тот же миг». Красавица была очень удивлена этим ответом. «Я хочу спросить тебя кое о чем. Думаешь ли ты, что я действительно уродлив?» Сначала она не знала, что сказать, но затем подняла голову, чтобы посмотреть на чудовище и утвердительно кивнула. «Тогда выйдешь ли ты за меня замуж?» На этот раз красавица ответила резко. «Нет». Чудовище печально развернулось и оставило красавицу в одиночестве. Чудовище каждый вечер приходило к ужину, чтобы поговорить с красавицей и относилось к ней очень по-доброму. Шли дни, и красавица почувствовала, что привыкла к нему. «Ах, если бы только он не был так страшен!» Прошла пара месяцев, и красавица совсем перестала бояться чудовища. Оно даже начало ей нравиться. Но однажды она увидела в зеркале, что ее отец болен. Она побежала к чудовищу и попросила его отправить ее домой, позаботиться о больном отце. «Конечно! Ты можешь идти, но если ты не вернешься, я умру от тоски». «Я приду через неделю! Я обещаю!» Чудовище дало красавице кольцо. Сняв его на ночь и положив рядом с кроватью, она должна была проснуться в замке. На следующее утро красавица проснулась в своей кровати, в доме отца. Она сразу побежала к нему. Когда же отец увидел ее, он был так счастлив, что сразу почувствовал себя лучше. В это утро сестры красавицы, которые только что вышли замуж, тоже пришли навестить отца. Когда они увидели красавицу дома, они наполнились ревностью и злостью и решили жестоко подшутить над ней. «Давай заставим ее остаться здесь еще на неделю, тогда чудовище придет и убьет ее!» Две сестры подошли к красавице со слезами, сказав, что не хотят разлучаться. И красавица пообещала остаться еще на неделю. Но недолго спустя она поняла, что скучает по чудовищу. Однажды ночью она увидела сон, где безжизненное тело чудовища лежало в саду замка. Красавица проснулась вся в поту. «То, что я сделала, это ужасно и эгоистично!» Она тут же сняла кольцо с пальца и положила на тумбочку рядом со своей кроватью. Проснулась она утром в замке чудовища. Весь день она ждала его, но оно не появлялось. Она ждала его часы и часы напролет, но оно не приходило. И тут она вдруг выбежала в сад. Чудовище лежало на земле, как мертвое. Точно таким она видела его во сне. Красавица подбежала к нему и обняла его. Его сердце еще билось. Оно редко открывало глаза и говорило с трудом. «Я думал, ты не вернешься. Я перестал есть и приготовился к смерти. Но я люблю тебя, и я хочу выйти за тебя замуж!» И тут случилось волшебство. Внезапно замок стал ярким и праздничным. Красавица огляделась и вскрикнула. А потом вновь обратилась к чудовищу. Но на месте уродливого чудовища лежал молодой и красивый принц. Увидев его, красавица стала плакать. «Кто ты? И куда подевалось чудовище?» Принц поднялся на ноги и начал свой рассказ. «Я и есть чудовище! Злая ведьма наложила на меня проклятие! Она превратила меня в страшного монстра! Если бы ты не сказала, что хочешь выйти за меня замуж, я бы навсегда остался чудовищем!» Услышав это, красавица почувствовала себя невероятно счастливой. Ее доброе сердце обрело настоящую любовь. Красавица и принц поженились и жили долго и счастливо до конца своих дней. Давным-давно на Востоке жил бедный и очень добрый мальчик по имени Аладдин. Он жил со своей матерью, и жизнь его была тяжелой. Ему приходилось ходить в самые далекие земли, чтобы прокормить семью. Однажды он отправился в далекий путь, чтобы собрать бананов и продать их на рынке. И тут ему на пути попался хорошо одетый человек с бородой и темным взглядом. Человек заговорил, показывая на золото в своей руке. «Здравствуй, мой мальчик! Я старый друг твоего отца. Хочешь заработать золотую монету?» «Даже собирая бананы всю оставшуюся жизнь, я не смог бы заработать так много денег!» Человек попросил Аладдина спуститься в яму, прикрытую большим камнем, а оказавшись внутри, сделать, как он скажет. Аладдин подумал, что это очень простое задание. Вместе они дошли до камня и, откатив его, увидели перед собой глубокую яму. Будучи худым и ловким, Аладдин смог пробраться в пещеру. Внутри он нашел узкую лестницу и пошел по ней вниз. Когда же Аладдин достиг дна, он увидел пещеру, освещенную старой лампой. Аладдин не мог поверить своим глазам. Внутри пещеры были драгоценные камни, золото, она была полна сокровищ. Увидев такое чудо, мальчик забыл обо всем и вздрогнул от неожиданности, услышав голос, внезапно раздавшийся сверху. «Лампа! Ты видишь лампу? Принеси ее мне!» Глядя на все эти сокровища, Аладдин не мог поверить, что единственное, чего хотел человек, это старая бесполезная лампа. Аладдин взял лампу и начал подниматься по лестнице. Но не успел он сделать и шага, как человек закричал. «Брось мне эту лампу быстро!» Аладдин не мог понять, почему человек так переменился. «Но сначала я хочу выбраться отсюда!» «Если ты не бросишь мне лампу прямо сейчас, я забру тебя в этой пещере навсегда!» Тогда Аладдин понял, что человек хотел совершить что-то недоброе. «Нет, сначала я хочу выбраться отсюда!» «Ну что ж, ты сам напросился!» «Эй, стойте! Что вы делаете?» Человек закрыл вход в пещеру камнем и оставил Аладдина внутри. Но он не заметил, что уронил свое кольцо в пещеру. Аладдин увидел кольцо на полу. Как только он поднял его и надел на палец, страшный грохот огласил пещеру. Она вся наполнилась розовым дымом. И перед мальчиком появился гигантский джинн. Аладдин взглянул на него испуганно. «Я джинн-раб кольца. Проси всего, чего хочешь, но помни, у тебя всего три желания. Я хочу попасть домой!» «Слушаюсь и повинуюсь!» В мгновение ока Аладдин оказался у себя дома. Увидев сына, появившегося из ниоткуда, его мать остолбенела. Аладдин рассказал ей обо всем, что с ним приключилось. О том, как мог бы забрать золото, но в итоге вышел из пещеры лишь со старой лампой. Аладдин решил почистить лампу и начал тереть ее. Вдруг из нее пошел дым, и джинн появился из ниоткуда. Ю-ху! Вау, парень! Я был заперт в этой тесной лампе многие столетия, и ты спас меня! Теперь ты мой господин, можешь просить всего, чего хочешь! Аладдин и его мама потеряли дар речи от изумления, и джинн повторил все, что сказал. Проси всего, о чем пожелаешь! Ну, приготовь нам, пожалуй, стол полный вкусной еды и напитков. И тут же стол появился посреди комнаты, а на нем были все виды яств, фрукты и сладости. С этого дня, благодаря волшебной лампе, все, о чем только могли мечтать Аладдин и его мама, сбывалось. Они зажили богатой и счастливой жизнью. Прошло время. Однажды, проходя мимо рынка, Аладдин увидел прекрасную принцессу, дочь султана. Которую несли на серебряном троне солдаты. Он влюбился в нее с первого взгляда и, придя домой, рассказал об этом своей матери. Тогда мать приготовила с помощью джина сундук, полный золота, и пошла с ним во дворец. Она сказала стражникам, что у нее есть подарок для султана. И султан позвал ее к себе. Когда мать рассказала султану о намерениях сына, тот попросил подтвердить богатство и власть сына. Если твой сын хочет жениться на моей дочери, скажи ему, чтобы прислал сорок рабов с сундуками, полными драгоценных камней, и чтобы их охраняли сорок солдат. Услышав желание короля, мать Аладдина вернулась домой опечаленной. Она думала, что даже джин не может справиться с таким заданием. Аладдин потер лампу еще сильнее, чем обычно, и джин вышел из нее. Что ж, проси всего, чего хочешь. Аладдин сразу сказал ему о желании султана. Джин хлопнул в ладоши, и вдруг перед ними появились сорок рабов с сундуками, полными сокровищ. И сорок солдат, охранявших их. На следующий день, увидев все, чего желал, султан был очень впечатлен. Он захотел посмотреть на богача Аладдина. Я хочу, чтобы моя дочь жила в большом и прекрасном дворце. Только тогда я разрешу жениться на ней. Аладдин сказал джину о желании короля. И джин тут же выполнил его. Аладдин не мог поверить своим глазам. Огромный прекрасный дворец стоял прямо перед их домом. Султан подумал, что не сможет найти более богатого мужа, чем Аладдин для своей дочери. Аладдин и принцесса сыграли роскошную свадьбу, которая продолжалась три дня. Теперь все вокруг знали про удачливость и богатство Аладдина. Но Аладдин и его мать ничего не сказали принцессе по поводу джина. Однажды ко дворцу Аладдина пришел торговец. Старые лампы, старые лампы, я продаю и покупаю старые лампы, я покупаю любые старые вещи. Принцесса услышала крики продавца и подумала, что нужно сделать Аладдину сюрприз, поменять старую лампу на новую. Она отдала торговцу волшебную лампу и взяла новую. Торговец же был тем самым злодеем, который когда-то запер Аладдина в пещере. Получив лампу, он немедленно пожелал перенести дворец вместе с принцессой как можно дальше. Вернувшись домой, Аладдин не нашел дворца и понял, что случилось что-то ужасное. Его старый дом все еще стоял рядом со дворцом, и побежав туда, он нашел кольцо, которое случайно получил в пещере. Аладдин надел кольцо, перед ним появился джин-великан. Я джин-раб кольца, проси всего, чего хочешь, но помни, у тебя всего два желания. Отправь меня к принцессе прямо сейчас. Едва произнеся эти слова, Аладдин оказался во дворце. Его жена, принцесса, тем временем прислуживала злодею, державшему лампу у себя в руках. Найдя укромное место, Аладдин снова надел кольцо, и джин-гигант появился снова. Проси всего, чего пожелаешь, но не забывай, у тебя осталось всего одно желание. Пусть этот злой человек уснет очень долгим и глубоким сном. Сказав это, Аладдин побежал во дворец. Увидев Аладдина, принцесса очень обрадовалась. Аладдин рассказал ей обо всем, что случилось, с самого начала. Принцесса слушала его с удивлением. Аладдин потер лампу, и джин показался снова. Что ж, проси всего, чего хочешь. Отправь этого злого человека далеко-далеко, чтобы он нас никогда больше не нашел. И спящий человек тут же исчез. Аладдин попросил перенести замок на место. «Прошу тебя перенести нас и наш дворец обратно!» Дворец перелетел по небу и приземлился на прежнее место. Аладдин снова оказался рядом с матерью. С тех пор принцесса Аладдин и его мать жили долго и счастливо. Продолжение следует... Продолжение следует...